Багажник на крышу располагается на верхней части автомобиля. Используется багажник как дополнительное место для перевозки габаритных предметов, таких как каяки каноэ, лыжи, сноуборды или большие контейнеры. Багажники на крышу не входят в стандартную комплектацию всех автомобилей. Поэтому, если вам нужно дополнительное место для перевозки багажа, крыша автомобиля может быть оборудована специальным устройством. Данное устройство позволяет крепить к ней грузы. Оно приобретается дополнительно. Багажник на крышу является наиболее подходящим методом транспортировки спортивного и рабочего снаряжения. Багажник на крыше является наиболее универсальной системой и оставляет пассажирам дополнительное пространство в салоне автомобиля. Выбор багажника на крышу, если возникла необходимость в приобретении багажника на крышу, важно подобрать подходящую модель. Это можно сделать, обратившись к продавцу-консультанту в автомагазине. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Можно также воспользоваться специальным онлайн-руководством через интернет-магазин запчастей. Такой сервис подбирает подходящие варианты багажников, исходя из марки и модели вашего автомобиля, года выпуска. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент багажников на крышу, от полутора тысяч до тридцати тысяч рублей. Стоимость зависит от материала, из которого изготавливаются комплектующие, грузоподъемности, дизайны и фирмы-изготовителя. Как правило, багажник в комплекте продается уже в собранном виде, поэтому на закрепление его на крышу автомобиля уходит всего до 10 минут. Более дорогие модели имеют низкую посадку, чтобы быть менее заметными. Спроектированы такие багажники на крышу с учетом законов аэродинамики. Они имеют привлекательный внешний вид и не создают вибрации и шума при движении автомобиля. Выбирая багажник на крышу автомобиля, необходимо обращать внимание на производителя. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Дело в том, что имя производителя является гарантом качества. Российский производитель широко представлен на рынке следующими фирмами. Атлант, Люкс, Фикоу, Евродетель. Отдельно хочется выделить популярного шведского производителя багажника Фьюла. Фирма специализируется на устройствах для перевозки, включающих всевозможные багажники для автомобилей, крепления и палатки, детские коляски, чемоданы и рюкзаки. Словом, компания Фьюла знает все о том, как правильно переносить или перевозить груз. Текст озвучен с помощью Яндекс Питч Кит. При перевозке спортивного инвентаря важно помнить, что ненадлежащим образом закрепленное спортивное снаряжение может стать угрозой для пассажиров и других участников дорожного движения. Как использовать багажник на крышу? Большинство багажников на крышу состоят из трех компонентов. Боковых направляющих, опор и крепления. Опоры крепятся к направляющим, а крепления удерживают систему на транспортном средстве. Чтобы закрепить предметы на багажнике на крыше, закрепите оборудование в четырех точках. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Питч Кит. Это придаст конструкции прочность при перевозке. Привязывая оборудование, крепко держите ремни, чтобы вам не нужно было связывать кучу узлов. Оберните ремни вокруг оборудования несколько раз на всех четырех участках, чтобы убедиться, что оборудование надежно прикреплено к багажнику на крыше. Потенциальные проблемы с багажниками в процессе эксплуатации багажника на крыше могут возникать определенные неприятности. Озвучено Яндекс Питч Кит. Например, сбор пыли под креплением, стирание лакокрасочного покрытия автомобиля, царапины на крыше, сдвигание стоек при сильном ветре. Это происходит по трем основным причинам. Плохо закреплена система багажника. Неудачно подобрана модель автомобилю. Приобретен дешевый некачественный багажник, без защитных резиновых накладок. Багажник на крыше – это удобное место для хранения багажа спортивного инвентаря и других громоздких предметов, которые могут не поместиться в салоне автомобиля. Озвучено Яндекс Питч Кит. Багажник прост в использовании и служит в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok